Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Проблему обманутых дольщиков сегодня обсуждали в Краснодаре. В краевом реестре долгостроев остается 72 дома. Кто приехал в Сочи, будут вычислять онлайн. Правоохранители сегодня представили ательером систему электронной постановки на учет. Один из легендарных офицеров открыл в Сочи патриотический форум. Василий Лановой пообщался с волонтерами бессмертного полка. Футбольное поле из переработанных пластиковых стаканов представили сегодня в Сочи. Для его создания использовали стаканчики, собранные на аренах Мундиаля. Вопрос, который стоит на особом контроле в крае. Проблему обманутых дольщиков сегодня обсуждали в Краснодаре. Вениамин Кондратьев провел очередное совещание, посвященное этой теме. В зале собрались представители силовых структур, руководители профильных управлений и те, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков – дольщики. В таком составе встречи проходят регулярно с начала этого года. Сегодня на повестке дня были недостроены объекты в Краснодаре. Самые проблемные из них подробно рассмотрели на совещании. Всего же на Кубани в реестре долгостроев остается 72 дома. В этом году планируют ввести в эксплуатацию 12 проблемных объектов. На совещании глава региона поручил рассмотреть возможность покупать жилье за счет краевого бюджета пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям, которые являются дольщиками. По мнению Вениамина Кондратьева, это может стать действенным инструментом в решении проблемы. Ну а в Сочи на треть сократилось количество обманутых дольщиков. Свои заветные квадратные метры получили более 2300 человек. Итоги работы с так называемыми проблемными домами обсудили на краевом уровне. В телестудию вместе с вице-губернатором Андреем Алексеенко был приглашенный глава Сочи Анатолий Пахомов. Минус 8. Из списка проблемных объектов долевого строительства в Сочи в минувшем году исчезли 8 домов. Это значит, что они перестали быть проблемой как для города, так и для собственников. Люди вселились в долгожданные квартиры. Это стало возможным благодаря привлечению новых инвесторов. Работа непростая, ведь новому застройщику не очень выгодно доводить до ума объект, в котором еще несколько лет назад были проданы почти все площади. Тем не менее, в Сочи удалось найти ответственные компании, которые после ряда экспертиз решили взяться за долгострои. Как пример, многострадальный ЖК Курортный. Свои квартиры там ждут 434 дольщика. Застройщик находится под следствием и под стражей. Мы ввели туда нового инвестора, акционерного общества, которое сегодня занимается вопросами проектирования и получения экспертизы. На это у него уйдет время до июня месяца. Мы надеемся, что в июле он получит новое разрешение на строительство. И таким образом, к 2021 году он должен решить вопросы со всеми теми дольщиками, которые там объявились. Также достигнута принципиальная договоренность с инвестором по двум объектам компании Ида. В стадии заключения инвестиционное соглашение по объекту ЗАО «Сафи». Там свои метры ждут еще полтысячи дольщиков. Таким образом, возобновлены работы по семи объектам. Но мало просто достроить. Надо подать в дом воду, свет, газ. Причем в объеме, достаточном для многоквартирного дома. Здесь дольщикам приходится объединяться в товарищество собственников. Городские власти помогают им заключить инвестиционные соглашения с коммунальщиками. Сейчас продолжаются работы по завершению устройства инженерных сетей на объектах, право собственности в которых признаны в судебном порядке. Это объекты компании «Наш Дом Сочи», «Внеш Оптоторг» и «Садко Инвест». Муниципалитеты сегодня по большому счету полностью берут на себя эту работу и обращаться нужно к нам. И мы говорим о том, что все вопросы связаны и с подбором инвесторов, и с координацией деятельности самих дольщиков. Мы берем на себя. Потому что, например, я сам принимал участие практически во всех собраниях дольщиков для того, чтобы они приняли наконец-то какие-то правильные решения, которые помогли бы дальше им помогать. Потому что самая большая беда была собрать их. Потому что они не могли кворум набрать, потом они не могли принять решения, не могли определиться с внешним управлением. Этот путь долг и сложен, но он приносит результат. В прошлом году торжественно заселились в свои квартиры жильцы дома на улице Учительской. В этом году ввода в эксплуатацию ждет объект по улице Санаторной. В целом до конца года планируется вывести на финиш работу по четырем таким объектам. Однако в борьбе за права дольщиков важен еще один момент – не допустить появления новых несостоявшихся новоселов. Поэтому в Сочи введен контроль за всеми строительными объектами. В этом году по договорам долевого участия на курорте должны быть сданы 11 домов. За каждым тщательно следят, чтобы не допустить появления в городе новых долгостроев. В целом вопрос с обманутыми дольщиками в Сочи планируют полностью закрыть до 2021 года. Инга Габеши от телекомпания «ФКТ». Умные производственные системы. Саммит под таким названием открылся сегодня в Сочи. Он ежегодно собирает на международной дискуссионной площадке свыше 350 участников. Специальным гостем саммита в этом году стал профессор Торбьерн Нетланд, член Глобального совета будущего развития промышленности Давосского экономического форума. Он рассказал об исследованиях по повышению производительности труда в тесном сотрудничестве с глобальными компаниями. От Краснодарского края участие в саммите приняли 15 муниципальных образований, среди которых и Сочи. Сегодня мы являемся одним из основных участников национального проекта. То есть у нас в крае создан региональный центр компетенции, который работает точно с каждым предприятием по повышению производительности труда. Сегодня мы разрабатываем ряд системных мер. Это и льготные займы для не только участников программы производительности труда, но и предприятия, которые самостоятельно реализуют именно программы, которые сами разрабатывают. За время проведения саммита выступит 30 спикеров, в том числе международные эксперты в области бережливого производства и инноваций. Сейчас очень востребованы современные подходы по оптимизации производственных процессов. Мы понимаем, что краткосрочные успехи – это больше для рекламы. То, что касается действительно практики развития бережливого производства, это всегда долгосрочные стратегии. И именно занимаясь этим в долгосрочной перспективе, нам, конечно же, интересно смотреть за современными тенденциями, общаться с коллегами и быть в курсе новостей. Туристов, приезжающих в Сочи, полицейские отслеживают онлайн. Десятки гостиниц-курорта работают с сервисом для передачи миграционных сведений в МВД. Сегодня в городе прошел семинар для руководителей предприятий санаторно-курортного комплекса. Отельерам рассказали о необходимости именно электронной передачи данных. Благодаря тому, что многие гостиницы Сочи уже работают с онлайн-сервисом для передачи в МВД миграционных сведений о постояльцах, сочинские полицейские задержали не один десяток правонарушителей. Такая программа помогает правоохранителям и тем самым обеспечивает безопасность, подчеркивают в городском УВД. Идет слив в информационную систему МВД России, где отслеживаются граждане, которые непосредственно отдыхают в данном комплексе. Мы проверили ее уже, неоднократно отработали. Она очень хорошо себя зарекомендовала на Олимпийские игры, которые проходили в городе Сочи. Программа позволяла задерживать людей, которые находились и в федеральном, и в международном розыске. То есть мы в онлайне практически видим этих людей, мы знаем, где предметно они находятся. Но это влияет, безусловно, и на безопасность тех жителей, которые добропорядочные приехали в город Сочи отдохнуть. Помимо вопросов безопасности, электронная передача данных о постановке и снятии с миграционного учета российских и иностранных граждан удобна и самим отельерам. Онлайн-сервис позволяет мгновенно отправлять информацию по интернету, тем самым не затрачивать время на поездки в ведомство. Сразу все сведения о гости, которые поступают из бронирования, они заполняются в черновики бланков уведомлений для МВД. И гостиница, по сути, остается только зайти в нужный раздел и нажать кнопку «Отправить», и уведомления уже уходят в МВД. То есть полностью мы зациклили весь процесс от получения бронирования до постановки гостя на учет. И где, как ни в Сочи, она должна работать. То есть в первую очередь именно и на южной гостинице мы ориентируемся, разрабатываем этот сервис и учитываем их пожелания. Полиция Сочи одобряет внедрение новых технологий. В преддверии активного летнего сезона рекомендует сочинским ательерам переходить на электронную передачу данных своих постояльцев. Таким образом, правоохранители будут дистанционно обеспечивать безопасность, а сами ательеры смогут потратить драгоценное в сезон время на повышение уровня сервиса. Контрабанда с техническим подходом. На границе с Абхазией задержан микроавтобус с тайником. В нем водитель перевозил почти полтысячи блоков сигарет без акцизных марок. Полости были замаскированы ковролином и линолеумом, оборудованы специальным рычагом, ремнями и выдвижным механизмом. На сигареты и автомобиль наложен арест. Образцы продукции направлены на экспертизу. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. В целом, с начала года за подобные правонарушения сочинской таможне возбуждено 80 дел. Сочинцам предлагают присоединиться ко всероссийскому эко-марафону. Акция «Сдай макулатуру, спаси дерево» пройдет на курорте с 6 по 8 мая. Жители организации города, собравшие более 300 килограммов макулатуры, могут оставить предварительную заявку и сдать бумажные отходы на переработку. Вывоз будет производиться силами и транспортом организаторов акции. Эко-марафон проходит в виде соревнований между районами и городами края. По его результатам будет составлен зеленый рейтинг муниципалитетов. Победители наградят премиями, благодарностями и ценными призами. Основная задача – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. Кстати, в прошлом году в ходе акции жители Сочи сдали 8440 килограммов макулатуры. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский каприз». Торговая галерея напротив Агропрома. Футбольное поле из переработанных пластиковых стаканов представили сегодня в Сочи. Для создания нового спортивного объекта были использованы стаканчики, собранные на аренах и фестивалях болельщиков Чемпионата мира по футболу. Уникальное искусственное покрытие развернули возле стадиона «Фишт». Среди тех, кто опробовал футбольное поле в рамках его презентации, стал известный футболист сборной Италии, чемпион мира 2006 года Марко Матераци. Сколько стаканчиков было использовано для создания спортобъекта и кому достанется это уникальное наследие Чемпионата мира по футболу, расскажем в нашем следующем сюжете. Когда видишь это поле в первый раз, кажется, что оно совсем не футбольное, скорее похоже на хоккейный каток. Его авторы выбрали белый и красный. Это цвета пластиковых стаканов, из которых изготовили эту площадку. На производство их ушло 50 тысяч, это 2,5 тонны сырья. Стаканы собирали на аренах и фестивалях болельщиков Чемпионата мира по футболу. Кстати, за время Мундиаля было использовано более трёх миллионов стаканов для пенного напитка. 85% из них футбольные фанаты забрали с собой в качестве сувенира. Стаканы измельчили и гранулировали, изготовили специальные нити. Этот материал стал основой инновационного износостойкого покрытия размером 65 на 42 метра. Сегодня его оценил известный футболист сборной Италии, чемпион 2006 года Марко Матераци. «Я уже неоднократно играл на синтетических покрытиях. Когда я приезжал в Россию, мы играли на искусственном газоне с локомотивом. Поэтому использование таких материалов имеет место быть. Я надеюсь, что инициатива авторов этого проекта будет поддержана и будет активно использоваться». Переодевшись в футбольную форму с легендарным 23 номером, Матераци вышел на поле в составе команды «Фишт» – соперники сборной администрации Адлера. И уже на первых минутах встречи с передачей итальянца команда теперь известного на весь мир стадиона открыла счёт. Кстати, футболисты после матча признавались, что такое покрытие очень удобно для игры, а ещё очень соответствует концепции развития Сочи. «Город Сочи вступает в новый ведомственный проект «Умный город». И поэтому вопрос безотходного производства, тема ноля отходов, тема экологичного обращения с отходами для нас очень актуальна и важна». Правда, в Сочи эта уникальная арена не останется, но будет служить для развития футбола. «Оно потом переедет в Волгоградскую область, и там будет использовано для всех желающих. То есть оно будет уложено. Срок службы довольно-таки большой. Каждый может уже заниматься на нём, и это будет как… В планах создателей площадки из необычного материала дополнить арену специальным освещением. Работать оно будет от солнечных батарей. В лесах Сочи высадят гранаты. Сейчас гранат обыкновенный в диком виде встречается в нашей стране лишь в ущелье реки Псоу. Его осталось всего полтора десятка экземпляров. Для сохранения популяции сотрудники Сочинского нацпарка проведут высадку в районе Ореховского водопада и Орлиных скал. Гранат обыкновенный, который будет высажен на территории двух лесничеств, – это предок того плода, к которому мы привыкли. Сегодня это растение занесено в Красную книгу России. Оно произрастает только на территории Сочи, потому что они выдерживают зимние температуры ниже 14 градусов. Саженцы граната обыкновенного были выращены в специальном питомнике нацпарка. Первое тысячу деревьев пополнит леса курорта уже в этом месяце. Актер театра и кино Василий Лановой, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Офицеры», открыл сегодня в Сочи патриотический форум под названием «Бессмертный полк. Наша победа». Форум патриотических организаций проводится в третий раз. Во время Великой Отечественной войны Василий Лановой был в оккупированной Украине, поэтому еще мальчишкой прочувствовал весь ужас войны. Много ролей сыграно им на патриотическую тему. Об этом он сегодня рассказывал участникам выставки региональных патриотических проектов. Страна, родина, мать, патриотизм, русская культура, русский язык. Они должны понимать, что без родины ничего, никакой жизни не будет. Форум собрал молодежь из 38 регионов страны. Среди участников – Сочинский военно-патриотический клуб ВДВ «Патриоты России». Ребята представили экспонаты, собранные патриотическими объединениями Сочи. Одни студенты приехали, чтобы рассказать о своих проектах, которые рождаются в ходе военно-патриотической работы, а это ремонт памятников и работа с архивными документами и поисковой экспедиции. Другие хотят всему этому научиться. Мы будем учиться в основном лидерским качествам, организационным качествам и проекты, которые основываются на патриотическом воспитании молодежи. Приехали сюда, чтобы посмотреть, познакомиться с целью в будущем как раз реализовать наши же проекты. Василий Лановой тоже осмотрел экспозицию и после открыл патриотический форум. Вот уже несколько лет актер является председателем Попищительского совета патриотической акции «Бессмертный полк». Его участники 9 мая идут колонной и несут портреты родных, участвовавших в освобождении страны от фашизма. Мы хотим, чтобы наша работа была не только к 9 мая велась, но и велась в течение всего года. Тем более, что следующий год юбилейный 75-летию победы посвящен. Мы хотели бы, чтобы, войдя в этот год, мы могли быть вооружены различными идеями. В Сочи форум продлится три дня. В его рамках запланирована презентация молодежных проектов и оценка их экспертной комиссии. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Выставка-конкурс «Весенняя палитра» пройдет в Сочи. Она откроется 12 апреля в художественном музее. В экспозицию вошли более 500 работ учащихся детских художественных школ. На суд жюри будет представлена вышивка, лоскутное шитье, керамика и скульптура, изделия из валенной шерсти и кукурузной рубашки, народные игрушки и скульптурные работы из бумаги ручного литья, этнографические и авторские куклы. А также работы в трудоемких техниках печатной графики. Это линогравюра, колография, афорт и трафаретная печать. Победители и призеры будут определяться отдельно в каждой номинации возрастной категории. Выставка будет открыта в режиме работы музея до 28 апреля. В Сочи весна пришла не только на полотна художников. Сейчас город очень красив. На клумбах показались тюльпаны. В этом году глаз радуют разные сорта. И высокие, и низкие, и пионовидные, и бахромчатые. Специалисты нарочно подбирали тюльпаны, имеющие разную форму бокала. Эти весенние цветы сменили на городских клумбах, морозостойке и маргаритке, примулы и виолы. Погода в ближайшие дни ожидается без осадков. Будет тепло, поэтому сочинцам и гостям курорта обязательно стоит прогуляться и оценить плоды трудов городских специалистов по озеленению. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Beeline на 76-й кнопке и в социальных сетях в группах новостей Сочи ФКТ, в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...